МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это игра, потому что тут можно думать, развивать мышление. Чемпион России по шашкам живет в Чебоксарах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня один из национальных праздников Чуваши – День государственных символов. Соответствующий закон о гербе, флаге и гимне Республики был принят в 1997 году. Закон гласит, государственные символы Чувашской Республики – достояние народа, его высшие святыни, охраняемые и защищаемые государством. В дореволюционные времена, когда Чувашия как таковой не существовала, в ходу был герб Казанской губернии. С установлением советской власти на всех документах стали печатать российскую символику, а на демонстрациях выносить красное знамя. Впервые собственные герб и флаг появились у Чувашии в 1926 году. Их разработал ленинградский художник Петр Мартенс. Правда, просуществовали они недолго. Уже в 1938 году национальные узоры убрали с изображения. Осталась только надпись «Чувашская АССР». И лишь в 1992 году художник Ильи Юрьев создал принципиально новые герб и флаг Республики, первым в России решившись использовать элементы национального узора как геральдическую символику. Кстати, он автор и ряда гербов чувашских городов, начиная с Чебоксар. Тогда же впервые стал вопрос о собственном гимне Чувашии. В конкурсе победила песня о родине, написанная Германом Лебедевым на стихи Ильи Семенова-Тукташа еще в 1945 году. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В этом году исполняется 20 лет Государственному Совету Чувашской Республики. Его главной задачей тогда стало создание законодательной базы, необходимой для дальнейшего государственного строительства в Республике. Развитие демократии, проведение экономических и социальных реформ. Надо дать должное депутатам. Имея разные политические воззрения, они способны принимать консолидированные решения, от которых зависит социально-экономическое положение региона, а также качество жизни в Республике. 21 июня 1994 года прошла первая сессия Государственного Совета Чувашии. До этой даты осталось 52 дня. В историческом плане 20 лет не такая большая цифра. Но за эти годы сделано немало восстановления законодательной базы Республики. С тех пор много решений было принято, много дел сделано. Основным стало принятие Конституции России и Чувашии. За эти 20 лет правотворской деятельности нами разработано и принято более 1140 законов, которые и послужили основой для обеспечения государственного строительства, социально-экономического и культурного развития Чувашьей Республики. Глава Чувашии в своем приветственном слове участникам конференции отметил, что 20 лет спустя отмечается высокое качество и результативность работы депутатов. Становление республиканского парламента пришлось на непростой период. Перемены в истории России требовали новых подходов, умения брать на себя ответственность за судьбу Республики и ее многонационального населения. И развитие парламентаризма в Чувашии показало, что за короткий срок депутаты пяти созывов смогли заложить созидательные принципы и продолжить преемственность власти. За 20-летний период деятельности Государственного совета не было принято законов, отменяющих или умоляющих права и свободы человека и гражданина. Это очень важно. К конференцию приехали гости из соседних республик и областей. Председатель законодательного собрания Кировской области Алексей Ивонин вручил главе Чувашии и спикеру Госсовета благодарности за значительный вклад в укрепление взаимодействия между исполнительными и законодательными органами государственной власти субъектов России. А председатель Комитета парламента Татарстана Шакир Ягудин рассказал, что отдельные статьи Конституции Чувашия могут войти в Конституцию крымской автономии, даже без редакционных правок. Татьяна Молок, Валерия Русакова, Александр Петров, Республика. В Урмарах и Маргаушах, Аллатре и Янтиково. Сразу в 11 муниципалитетах республики сейчас строятся детские сады. В этом году в Чувашии планируют ввести 14 новых дошкольных учреждений. Накануне глава региона побывал на строительной площадке Ядринского садика. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Теперь в Чувашии начали строить и трехэтажные детские сады. Один из таких уже в этом году откроется в Ядрине. Главе республики подрядчики рапортуют. Работы ведутся с опережением графика. И возможно, что новоселье здесь сыграют раньше намеченного срока. Здание уже возведено. Внутри начали штукатурить стены и прокладывать коммуникации. Во время инспекции Михаил Игнатьев оценивал и качество приобретенных материалов. На детях, отметил он, экономить недопустимо. Конечно, подрядчики идут на удешевление цены. Это с одной стороны, но мы качество не должны терять. Тут проект шестерка, широкая. У нас здесь по проекту наружные двери металлические. Экономить подрядчикам удается только на кирпичах. Материал покупают в Красноармейском районе. И обходится он дешевле, чем в других регионах. На возведение детского сада из бюджета было выделено более 80 миллионов рублей. Получается, что строительство одного места ребенка стоит 400 тысяч. В ноябре сюда придут 200 малышей. После открытия этого садика очереди в районе должны сойти на нет. В городской администрации в этом уверены. Мы открыли буквально в начале года Пугане садик. Он немножко специализирован, там специализированы группы. То есть это разрядило. И вот строительство этого садика на 200 мест при очереди 153 нам позволит полностью закрыть эти моменты. Разгрузить группу дошкольного, подготовки дошкольной. Но на строительной площадке частыми гостями должны стать и местные депутаты. Глава республики попросил народных избранников постоянно держать на контроле работы подрядчиков. Если понадобится, решать спорные вопросы. На 1 ноября данный детсад на 200 мест должен уже ввестись в эксплуатацию. Хотя по юридическому документу где-то с середины ноября. С учетом того, что опережает, с учетом того, что и дожди, и слякоти, и холода начинаются. Наша задача быстрее ввести и чтобы родители и дети получили свое счастье. Но возможно, что в ближайшие годы у детского сада появится и пристрой. Здание школы, которое находится напротив, было построено полвека назад и уже давно требует капитального ремонта. Городская администрация должна подготовить проект. Необходимые средства в бюджете будут изысканы. Медриковалев, Александр Петров, Республика. Пожары на Руси издавна были одним из самых тяжких бедствий. В летописях они упоминаются и как одно из мощных средств борьбы с врагами. Много опасности таит агонии при его использовании в мирное время. История пожарной охраны России начинается 30 апреля 1649 года, когда был принят наказ о грасском благочинии, устанавливающий строгий порядок притушений пожаров в Москве. Все состоятельные люди держали во дворе медные трубы и ведра, а в уложении царя Алексея Михайловича устанавливалась уголовная ответственность за поджоги. Развивалась пожарная дисциплина и в последующие века. Создавались управы, оснащались техникой и назначались специальные нормативы воды при тушении. Сейчас в арсенале огнеборцев самые современные машины и спецтехника, которая позволяет не только эффективно бороться с пожарами, но и расследовать их причины и предупреждать возгорание. На долю пожарных Чуваши выпало немало испытаний. Взять хотя бы жаркое лето 2010 года. Но они с честью справились и справляются до сих пор. Все, и те, кто получил награды сегодня, и течий подвиг отмечен раньше уверены, их труд самый благодарный. Я живу, работаю ради людей. Цель моей жизни – делать людям добро. Сегодня столичное правительство можно было увидеть на уборке дорог. И ничего удивительного. В городе решили обновить уборочную технику. Те, кто отвечает за благоустройство и чистоту Чебоксар, решили лично оценить работу оборудования. Пылесос – вещь нужная не только для уборки квартиры, но и городских улиц. Такие, конечно, для Чебоксар не в новинку. Однако данный образец отличается по мощностным характеристикам и цене. Дорожный пылесос и еще два образца уборочной техники городу дали, что называется, погонять, предоставили в тестовую эксплуатацию на 10 дней. Если их работы специалистам понравятся, то подобные машины закупят, чтобы обновить парк. Здесь представлена высокопроизводительная техника, коммунально-уборочная техника, дорожные пылесосы, которые позволяют, вы можете обратить внимание, с зимы не убирали мы эту улицу, специально отставили для демонстрации. Ну а вот такой машины в Чебоксарах раньше не было. Ее используют для очистки парков, скверов и тротуаров. Впрочем, говорят специалисты, это не единственный вариант для обновления техники. Нам сюда привезли эту технику для показа, как в тестовом режиме. Кроме этого, мы планируем привлечь город в другую технику, технику других производителей. Ездим на выставки, смотрим. То есть решение быстро принимать не будет. Это одна единица стоит 7-8 миллионов. Есть аналоги, в том числе отечественных производителей. Иными словами, здесь главное соотношение, цена-качество решения о покупке будет принято приблизительно через два месяца. Дмитрий Точилов, Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. В конце мая возобновляется чартерный авиарейс Чебоксара-Анталья. Полет будет проходить на самолетах Аэробас российской авиакомпанией «Северный ветер». Точный день вылетов пока не сообщается, но согласно расписанию, из Чебоксара в Анталью самолет будет отправляться в 15.30, а прилетать в Анталью в 19.30 по местному времени. Обратно в столицу Чуваши самолет вылетит в половине девятого утра. А теперь о другом виде транспорта. 1 мая в Чувашии стартует навигация. Уже в начале мая чебоксарцы и гости столицы смогут совершить прогулку по Волге, а с 9 мая в речном порту будет открыта маршрутная линия Козловка-Волжск-Козловка. Пьянство за рулем, превышение скорости и управление без прав. Речь о нарушении правил не дорожного, а водного движения. В этом году нерадивых водителей маломерных судов ждут новые санкции. Подробнее Ольга Пырочкина. Конечно, движение по нашей водной магистрали не такое активное, как на дорогах. И все же правила движения здесь вовсе не лишние. Июль 2010-го, катая туристов, водитель попросту вылетел из лодки. К счастью, никто не пострадал. Но в данном случае катера не разошлись на водной дороге. Данные происшествия произошли не на Волге. Однако от подобного никто не застрахован. Раньше за нарушение правил движения по воде в Чебоксарах водителям маломерных судов грозил только штраф. Минимальный 300 рублей, максимальный 1500. Но за серьезные проступки лишение прав управления сроком до двух лет. Теперь в столице Чувашии на Казанской набережной появилась специальная штрафстоянка. Суда ставятся на спецстоянку у нас по статье 11.9, за обе части данной статьи. По первой части за управление маломерным судом либо за передачу управления судом лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Далее, по 11.8, по примечанию первому, за управление маломерным судом не имея с собой документов, достоверено право управления маломерным судом. На штрафстоянке судно будут держать до тех пор, пока причину, по которой его задержали, не устранят. За все связанные с этим издержки, включая доставку, заплатит владелец. Одни сутки содержания на стоянке будут стоить нарушителю порядка 500 рублей. Кроме штрафов, отводители-нарушители отдыхающих на воде оградили и защитными зонами. По закону, на том же самом банане или гидроциклах нельзя подплывать к местам массового купания ближе, чем на 50 метров. Еще в прошлом году на Чебоксарских пляжах установили системы видеонаблюдения. Все нарушения будут фиксировать, а затем возбуждать дела об административных правонарушениях. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика. К дню Победы все готово. 9 мая и накануне в Республике в честь ветеранов будут давать концерты, проводить выставки, а на Красной площади Чебоксар создадут атмосферу 40-х годов. Сегодня члены Оргкомитета по проведению праздничных мероприятий собрались на очередное заседание. Изюминкой праздничных мероприятий станет военный парад. В нем примут участие более 1200 человек и 50 единиц спецтехники. А завершится торжественный марш выступлением парашютистов. Репетиции уже начались. Из-за этого на протяжении нескольких дней на несколько часов будут перекрывать часть президентского бульвара. Но военкомат отмечает, что горожане к этим мерам относятся с пониманием. А некоторые предприниматели и вовсе предлагают свою помощь, предоставляют форму и технику. В этом году на параде будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Оргкомитет принял решение ограничить количество фотографов, в котором разрешено выходить на оцепление. Опыт прошлых лет показывает, что во время парада в зону для прохождения пеших колонн и автомобилей попадает большое количество людей с камерами. Они мешают не только ветеранам, но и работе телевизионных операторов. Может быть, возможно рассмотреть место их пребывания на подиуме, которое освободится после проведения митинга. И чтобы за пределы этого подиума они не выходили. В честь ветеранов в этом году проведут большое количество концертов и даже на дому. В Чебоксарах, помимо традиционных мероприятий, в День Победы на улицах появится сцена на колесах. Артисты будут останавливаться в самых оживленных местах и исполнять фронтовые песни. Многолюдно 9 мая будет и на заливе. Для ветеранов откроется полевая кухня и даже дискотеки под открытым небом. Исполнять музыку на этих площадках будет и духовой оркестр. Состоится и уже традиционная акция «Свеча памяти». Мы предполагаем, что уже более 6 тысяч человек придет поучаствовать в этой акции, потому что она настолько настоящая, что с каждым годом количество людей, принимающих участие, возрастает. И все же приходит с детьми и семьями. Героиня следующего сюжета чемпионкой России стала играющей в прямом смысле слова. Она лучше всех в стране в своей категории играет в шашки. Сразиться с титулованной спортсменкой не побоялась Ольга Пырочкина. Красивые девочки умными бывают. Доказано 10-летней Настей Павловой ученицей 4-го класса школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. В классе, в школе, в столице Чувашии, даже в целой стране ей уже нет равных соперников. Недавно с первенства России по русским шашкам в спорте слепых она привезла золотую медаль. Хотя некоторым соперникам было по 16 лет. И это далеко не первая награда. При таком раскладе надеяться мне, конечно было не на что. Однако сыграть партию и заодно взять интервью я рискнула. Шашками я начала заниматься с первого класса. Научила меня играть в шашки бабушка. Потом во втором классе в октябре я поехала уже на свои первые всероссийские командные соревнования в Адлер. Ходи. Вот. Так, мне нужно чем-то тоже я сделаю вот так. Мне нравится эта игра, потому что тут можно думать, развивать мышление, нужна внимательность, логика. Вот так за дюк меня съели три раза. Настин тренер говорит, талант разглядел сразу. Я когда сюда пришел, она на первом классе, я когда посмотрел, ну остальные же играют, на фоне всего этого ты видишь, что-то там, что-то блестит. И ты замечаешь и начинаешь уже больше внимания выделять. Вопреки выражению «вся жизнь игра» у Насти еще много увлечений. Так же легко, как делает ходы, четырехклассница подбирает рифму. Девочка пишет стихи и даже участвует в конкурсах. Заледенелые тропинки ведут в неведомую даль, и будто мягкие пушинки снежинки падают к ногам, и ветви будто в серебре сияют в сказочном огне, и солнце зимнее слегка на небе тускло светит свысока. А недавно с легкой руки классного руководителя стихи школьницы попали в настоящий журнал, а Настин портрет на обложку. «Я написала просьбу в вестник журнала, так как у нас учебный год кончается, но как-то страна должна знать наших героев, хотя мы маленькие. Написала в школьный вестник, вот, получили ответ». Кстати, шашечную партию я с треском проиграла, однако Настя научила меня некоторым премудростям на будущее. «Часто попадается на такую комбинацию, конечно, даже, которая уже хотя бы год играет или немножко побольше, он не станет попадаться на такую комбинацию». В жизни юной чемпионки будет еще много побед и, возможно, проигрышей. Впрочем, главное быть победителем по жизни. И пусть она намного сложнее, чем шашечная доска с такими задатками, у этой маленькой девочки есть все шансы. Ольга Пырычкина, Антон Вовк, Республика. Каждый родитель старается развивать и поддерживать таланты своего ребенка. Детский фестиваль «Жим чужинки-чуваши» может стать первой ступенькой в мир эстрады. Подробнее об этом конкурсе смотрите в следующем сюжете. Настя Егоркина стала известна не только в Чувашии и России. Победив в конкурсе «Жим чужинки-чуваши», она выступала в отборочном туре детского Евровидения. После такого успеха Настю регулярно приглашают на международные фестивали. Недавно я вместе с фестивалем «Танец маленьких утят» поехала в Соединенные Штаты Америки. Мы там провели два концерта в Нью-Йорке и во Флориде. Фестиваль детского творчества «Жим чужинки-чуваши» существует с 2000 года. За это время в нем приняли участие более трех тысяч детей. Этот конкурс является стартовой площадкой для развития талантов ребят школьного возраста. Участники нашего фестиваля конкурса поют песни, танцуют в этом году и еще инструментальное творчество есть. Конечно, всех победителей, потому что гала-концерт это уже участие всех победителей на этом концерте. Ждут призы ценные, ждут медали и ждут дипломы. Другая победительница Аня Окликова тоже стала жемчужинкой нашей республики. Своим талантом она уже покорила не только Чувашию и Россию. Ее талант признали и за рубежом. Мы побывали в столице Португалии, городе Лиссабония, а также в прибрежном городе Порто. Провели три концерта. Мы также выступили еще в Академии музыки. И там вместе с нами выступали и ансамбли из этой школы. Мне очень понравилось, как они пели. пели они на португальском, конечно же, также на английском языках и даже на русском попытались. В конкурсе можно проявить себя со всех сторон в хореографии, инструментальном искусстве или вокале. Главное условие исполнения песни на чувашском языке. Победители прошлого года вокальный дуэт нон-стоп уже в предвкушении поездки. В декабре 2013 года мы выступали в доме Петра Ильича Чайковского. Там нас заметил президент фестиваля Чунга-Чанга Юрий Сергеевич Энтин. В июле этого года нас ждет поездка в Китай на фестиваль 105 стран. Участие в конкурсе совершенно бесплатное. Чтобы стать участником фестиваля, нужно оставить заявку на сайте жемчужинки21.ру и, возможно, 23 мая на галоконцерте мы увидим новые имена из Чувашии Евгения Егорова Евгений Анисимов Республика. Готовятся в Чувашии к республиканскому этапу фестиваля детского творчества «Звезды детства». Отборочные концерты прошли в Порецком, Чебоксарском и Шумерлинском детских домах. Теперь юных талантов ждет республиканский финал, который состоится в Шумерле 14 мая. А лучшие из них 11 и 12 июня в Ульяновске будут представлять Чувашию в финале окружного фестиваля детского творчества «Звездный час». Я же на этом с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин